А это общественный транспорт в городе Стокгольм, Швеция. Граждане оплачивают за проезд только безналичным способом. То же самое можно увидеть в общественном транспорте Англии. Наличными здесь не расплачиваются. Такая картина наблюдается во многих странах Европы. Основная цель перехода на безналичную оплату многих государств является создание удобств и скорости оплаты, а также контроль оборота денежных средств. Теперь и в Бишкеке муниципальный общественный транспорт перешёл на безналичную оплату. Пассажиры оплачивают за проезд только безналичными способами. Такое решение создаст как удобство горожанам, так и контроль за потоком финансовых средств. С 20 августа муниципальный общественный транспорт перешёл на безналичную оплату. С раннего утра сотрудники департамента проводят разъяснительную работу, находясь по одному в автобусах и тройлейбусах. Горожане положительно относятся к этому решению. Встречаются те, кто ещё не разобрался на вовведении. Наши сотрудники им всё разъясняют на месте. Введение безналичной оплаты горожане действительно поддерживают. По их словам, больше не придётся держать при себе мелочь. Жители города могут расплачиваться транспортными картами Толпар, либо картами Виза и Элькарт всех наших банков. Они также могут оплатить с помощью виртуальной карты NFC, приложений Balance, M-Bank и MegaPay, отсканировав QR-код. Одной из главных целей данного проекта является то, что теперь все средства, полученные за оплату в транспорте, будут отслеживаться. То есть, мы будем пополнять бюджет страны более точно и прозрачно. Бегджан Ахматбеков отметил, что аппараты для приёма безналичной оплаты, или же, как их называют, валидаторы, проверяются перед каждым выездом. Проблемы со скоростью оплаты чаще возникают из-за пассажиров, которые неправильно пользуются картами. Вот мы ежедневно сегодня провели соответствующую рейдовую работу. Мы весь день практически ездили на муниципальном транспорте, проверяли именно безналичную оплату. По технической части, в принципе, вопросов нет. Проблемы возникают именно по части информирования населения. Многие, к сожалению, неправильно прикладывают, либо у них получают недостаточно средств и так далее. Необходимо отметить, что карту надо прикладывать в указанное место на валидаторе, подождать, пока оплата пройдёт, и затем убирать. Интервал между оплатами составляет 2 секунды. То есть, один человек оплатил, второй человек через 2 секунды оплачивает. Отмечается, что введение безналичной оплаты поможет лучше отслеживать статистику пассажиропотока, и за счёт прозрачности доходов лучше пополнять бюджет муниципалитета. Также, благодаря этому решению, зарплаты водителей муниципального транспорта будут повышены до 50 тысяч сомов. С момента введения электронного бюллетирования, с 20 августа, ожидается повышение заработной платы водителей автобусов и троллейбусов. Сейчас мы дали такое объявление, зарплата их будет составлять 50 тысяч сомов. Одна из главных целей этого проекта – создать комфортные условия для жителей этого города и раскрыть размер уплачиваемых взносов. Это также ускоряет работу общественного транспорта, потому что раньше водителю приходилось останавливаться, собирая плату за проезд с пассажира. Прежде всего, это сделать удобным передвижение наших горожан в общественном транспорте. В каком плане? Удобным то, что водитель теперь не должен отвлекаться на сбор денежных средств, он должен только ездить по маршруту, останавливаться на остановках и ни на что больше не отвлекаться. Как вы знаете, наши водители зачастую очень много времени теряют на то, чтобы принять денежку, дать сдачи, то есть он уже все его фокус внимания переходит на сбор денежных средств. Мы должны его отгородить, это не его функция. Функция водителя – получать достойную зарплату, ровно ездить по дороге, соблюдать интервал движения и в комфортной форме довозить наших горожан до точки назначения, при этом соблюдая все правила дорожного движения. При этом горожане не только пользуются картой, но и мобильными приложениями для оплаты. Исполняющий обязанности вице-мэра отметил, что по статистике 35% транзакций приходится на оплату по телефону. Вот вчерашняя статистика показала, что граждане все-таки через приложение порядка 30-35% оплачивают, остальные 60-65% приходится на карточную систему. Но мы хотели призвать горожан, чтобы у них были разные ресурсы, чтобы для удобства. Что быстрее, то и должно пойти. А карточка, конечно, я не исключаю, что карточная система, она когда-нибудь войдет просто в эпоху и уйдет назад, потому что сейчас уже мир привык пользоваться гаджетами. И оплачивать сотовых телефонов, по мне, намного удобнее и мобильнее. С помощью данного нововведения муниципальный общественный транспорт теперь может стать более рентабельным. По примерным прогнозам специалистов, в ближайшие 4 месяца ожидается выход на самообеспечение. Благодаря этому у мэрии будет возможность чаще обновлять автопарк муниципалитета. Поскольку мы сейчас пересматриваем и тарифную политику, ну это самое последнее будет. Самое первое, мы что хотим для горожан, сделать, предоставить комфортный, современный, новый общественный транспорт для города. Для этих транспортных средств сделать выделенную полосу движения, сделать популярным наш общественный транспорт. Вот, и, соответственно, если мы сделаем популярным, тем больше народа будет заходить, как бы, наши автобусы пользуются ими, да? И, соответственно, это должно быть четко по времени. Регламентированный отрезок времени этот транспорт должен приезжать, уезжать, он должен соблюдать свой график, трафик. На данный момент перевозка одного человека мэрии обходится 18 сомов 70 иинов, а тариф на проезд составляет 11 сомов. Таким образом, оставшаяся часть доплачивается за счет городского бюджета. Поэтому исполняющий обязанности вице-мэра отметил, что изменения тарифного плана необходимы. Изменения будут, однозначно будут. Почему? Может, нашим горожанам не понравится, но я хотел бы обосновать, что на данный момент тарифная сетка у нас 11 сомов автобус и троллейбус. Себестоимость только одного пассажира на троллейбусе 18,7 иинов, по нашим подсчетам. Понимаете? И если мы на этом уровне будем оставлять, то через 5 лет у нас автопарк весь, так скажем, устареет, и мы не сможем ничего купить. Я считаю, что и практика показывает, что горожане готовы платить. Понимаете? Мы не хотим на этом заработать. Мы хотя бы свою себестоимость должны оправдывать. Ну, с рентабельностью, конечно, 5-10%, чтобы была возможность обновлять автопарк. В планах мэрии работы по популяризации общественного транспорта и создание удобств для безналичной оплаты стало началом в этом деле. В начале сентября планируется выделение отдельной полосы для муниципального общественного транспорта. Таким образом, в часы пик муниципальный транспорт будет передвигаться гораздо быстрее, чем частные автомашины. Первые полосы могут появиться по южной магистрали, улице Авсамата Масалиева от 12-го микрорайона до улицы Базика Батыра и по Базика Батыра от магистрали до проспекта Джибикджулу. Крайняя правая полоса будет только для общественного транспорта, автобусов, троллейбусов, маршруток. Сымых Мусаев, Бигзат Машрапов, ЛТР. Итоги недели. Продолжение следует...